всем доброе утро синхронизация продолжается и сегодня буду раскрывать дальше я тему расширения изобилия где же его найти и вообще нужно ли его искать и вообще почему она нам да ну и вообще ваши действия минимальные приводит к результату максимальные не приводит например на дары к результатам давайте сейчас почувствуем и вообще я думаю с целостности вы были то есть осознавание что такое свое место давайте самое главное что для вас восприятие своего места мое место это давайте бросимся и первое что приходит жить на своем месте это свое место это и первое что приходит прям почувствуйте тело да сейчас давайте попробуем использовать целостную нашу систему не не только вот эту часть а вот соединимся с телом через горло почувствуем грудь все все тело и почувствуем ответ отклик да не только отсюда но еще и сердечный центр включим где нейронных связей с головным мозгом намного больше чем наоборот да то есть пойдем через сердечный центр все дано радость счастье вертворенность моменте и чувствуете вы сейчас это чувствуете сейчас вы это чувствуете свое место это я здесь и сейчас и у меня все есть быть собой это радость момента да чувствую хорошо да и жизнь вот как в частности собой чувствую каждой клеточки тела биение сердца жить на своем месте это быть собой удивительно что вообще что можно не быть собой да что вообще это возможно не быть собой жить на своем месте реализовать и связи свой и сути да и почувствуйте сейчас от нуля до десяти насколько вы чувствуете в десяточку что вы на своем месте доставьте от нуля до десяти в десяточку попадание в десяточку так средняя баборница у нас восемь где-то восьмерочка давайте теперь все кто почувствовал свое место в десяточку особенно почувствуйте когда у вас идет отклик как какое качество имеет этот отклик проверим свое ли это место какое качество вашего отклика на что она направлена расширение жизнь на свободу легкость ясность расширение на расширение ваш отклик со своего места это только про расширение все остальное это ваше место легкость ясность это да но если ваш отклик не про расширение значит это не свое место тогда все ваши отлики на то чтобы я хочу быть на более наполненным я хочу быть более легким я хочу быть еще каким-то мы же только что говорили о том что на своем месте все ресурсы даны уже все есть да то есть тогда если я хочу чего-то чего мне недостаточно это уже не свое место и если я буду из своего места вместо своего места и те реализовывать вот это хочу что я накачиваю в этот момент куда я всю эту энергию которую пойду на марафон на ретрит аскезы возьму буду качать всю эту энергию куда я направлю что я буду в себе поливать расширять увеличивать в объеме раздувать что это будет что это будет вичевая особо живую вичевая всю палитру эмоций и вичитив то есть когда вы из не со своего места идете реализуете действия то вся весь этот поток энергии который вы на на работаете пойдет на удерживание вас углубление заземление в то место где вы не находитесь да не ваше место место которое я называю обслуживание чужих целей и потом вы говорите это они виноваты это они сделали ну что могу сделать это же они делают это к ним надо идти к ним кому-то не не осознавая что только моя воля и мои действия являются причиной того что эти они вообще в этой действительности моей действительности существуют пока я сам не иду в реализацию своих откликов своего места потому что мы есть такая такой закон принадлежности мы нужны жизни такие какие мы есть когда мы осознаем этот закон я нужен жизни такой какое есть сейчас почувствуете когда вы шли или когда вы что-то сейчас делаете вы делаете из того что вы хотите стать каким-то лучше больше объемней значимей расширенней еще еще каким-то каким-то стать или это про то что вы просто делаете это потому что не можете не делать ловите этот вкус этот известный вкус все время поддерживать свое непризнание себя вкус что еще чего-то недостаточно это такой вкус известный что попробовать вкус принадлежности я уже нужен такой какой есть я уже нужна такая какая есть вы открыли глаза вот вы открыли глаза на сегодняшнее утро значит вы признаны жизнью что вот уже который вы есть вот так вот если раздеться полностью стать перед зеркалом у меня так в сексе жизни есть практика чтобы вообще и посмотреть на себя вот так вот и не отводить глаз в глаз до тех пор пока вы не соединитесь тотально с тем что вы чувствуете с тем что вы видите безусловно без ну что тут не то не-не-не вот это сюда смотреть не хочу вот это мне не нравится вот это должно быть по-другому это точно нужно изменить это нужно подкачать это исправить это спрятать на это не смотреть нет а вот вы тотально смотрите и признаете то что вы видите попробуйте сейчас это прочувствовать что вы сейчас каждый каждую клеточку своего тела прям чувствуете вы смотрите на себя и вы там не оцениваете никого вы видите вы видите вот это состояние принадлежности жизни я нужен нужна такой какая есть прямо сейчас что изменяется до конца дойти пока не слопнется что изменяется в процессе счастье принятия а должно свое место это когда вы начинаете чувствовать что идет расширение еще значит если пока счастье принятие хорошо идем до расширения что начинает расширять сквозь ценность идем тоже ничего не оцениваем ценность она просто есть вот просто это проходим и это и дальше смотрим мурашки горячо супер дальше смотрим открываем сердечный центр и дальше смотрим и дышим дышим распирает дальше смотрим распирается это еще есть какие-то это еще есть какие-то границы дышим часть состояния расширяет прозрачности и легкости супер и дальше смотрим тотальная любовь которая идет через меня еще дальше и смотрим на этом не останавливаемся потому что это еще не до нету где же это свое место от которого только все начинается это мы еще не не пошли а что же тут начнется с этого своего места это еще мы центрируемся это мы проснулись но не там давайте проснемся на своем месте где все ресурсы мне даны по факту моего рождения и тому что я открыл глаза значит это признано этот all inclusive сегодня раскрылся с моими глазами прямо сейчас дальше смотрим расширение расширение чувство расширения груди расширяем все тело все расширение это не только грудь это сквозь грудь и сзади тоже крылья да руки крылья желание обнять весь мир ну вот первое есть этот мир смотрим смотрим дальше что там у кого появляется между тем чтобы расширение прочувствовать что там критика есть воспоминания есть мысли слова родителей которые уже стали вашими которые вы повторяли постоянно на себе чего-то недостаточно недостаточно хороший недостаточно правильный знающий умный недостаточный какой-то ничего не чувствую прекрасное чувство идем дальше ничего не чувствую это тоже чувство только его надо признать пока вы говорите головой и не признаете это чувство вы не можете пойти дальше а мы его признать должны почувствовать признаю это чувство не чувствую я все является щебешей мужливости за расширением вот это я все соедините я и наблюдатель в середине груди возьмите ответственность за тело за аватар тоже за эту систему тяжеловато выдыхаем то что тяжеловато нагрузили себе в тело каких-то воспоминаний каких-то якорей чтобы жить в прошлом а свое место это настоящее то есть тяжесть это что-то из прошлого тянем и тело нам эрор эрор забери оттуда внимание забери оттуда энергию забери эрор недостаточное для расширения недостаточно боль сзади в шейних позвонках и лопатки супер освобождаем обиды становимся гибкими тоже все это в топку все это что там как боль в энергию превращаем в обратно оно из энергии сформировалось в энергию и забираем в топку все на свое место в расширении в пояснице боль супер через дыхание в сердечный центр как этот просад богу да отдаем ну накопили не осознавали легко отдали вот может копили долго и трудно жертву свою там поддерживали питали ну как же я без поясницы без боли что же мне не пожалеет никто не смогу пожаловаться никому да буду просто счастливым и просто буду сиять нет конечно да все в топку так кто почувствовал расширение напишите плюсики кто обнаружил свое место я хорошо 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 а те кто смотрит на боль посмотрите если боль это я то что я не могу эту боль превратить все что хочу так хорошо а теперь почувствуйте качество расширения вот это сейчас начинается свое место вот это мы обнаружили вот это квадратик вот здесь вот у каждого видите есть свой прямоугольничек он одинаковый у каждого здесь и никто друг друга не трогает не мешает не смещает даже если я пойду в сторону да я даже не нарушила границы моего соседа вы видите я не нарушаю границы соседа это иллюзия что я могу наступить на границы другого человека не могу ну как ну где ну ни одного я только что не тронула представляете на своем месте все дано и другому дано на своем месте видели никто не нарушил вообще не сдвинулся с места даже когда я двигалась ничего мне не отдали я ничего не забрала это кино которое я могу поддерживать когда я могу идти на своем пути могу решить что да сейчас мои границы нарушили но я не осознаю что сейчас это злость от того что я где-то со своего места сошла где-то я сейчас закон закон мироздания нарушила и веду себя как ребенок поэтому злюсь что теперь хочу чтобы все было по-моему я не понимаю возле вас же никого нет вот именно возле вас никого нет но я сейчас говорю про зум и это аналогия в нашей жизни кроме вашей воли ваша воля только отдает возможность нарушать ваши границы и ваша воля это нарушать чувствовать внутренний дискомфорт больше здесь никого нет хорошо мы только начали мы только мы пытались обцентрироваться вообще чтобы говорить дальше Макс там задал тему мне говорит что для начала надо осознать откуда мы ее будем воспринимать так вот место восприятия это место где есть расширение и тотальная ответственность мы встречаемся в проектах в семье в друзьях в жизни вообще с профессионалами каким-то с мастерами только по уровню ответственности вот сколько мы можем взять столько мы и возьмем да и мы проявимся в этом пространстве если мы не можем это взять мы не проявимся в этом пространстве это как манометр который синхронизируется или не синхронизируется может синхронизироваться или не может синхронизироваться и синхронизироваться конечно же с этим моментом можно когда я на своем месте вы можете там появиться в этом пространстве например в поле или чувствуете что хотите взять но не можете потому что первое это необходимо войти со своего места и вот это в состоянии расширения. Любое пространство вы чувствуете, чувствуете партнёра, вот он такой, 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 а ходит возле вас другой. Так вот, чтобы обнаружить того, которого вы хотите и чувствуете, необходимо обнаружить себя на своём месте, где есть расширение. Вы, может, даже увидите того же партнёра, уже другим, физически даже он не изменится. Ресурсы точно так же, деньги, время, время тоже, молодость и так и дальше. Хорошо, обнаружили сейчас своё место. А теперь принадлежность жизни. Я нужен жизни такой, какой есть. Я нужна жизни такой, какая есть. Почувствовали? Поставьте плюсики, кто почувствовал. Сейчас прям погрузите это, как куан. Через горло, грудь, низ живота. Я нужна жизни такой, какая есть. Так, пока один человек почувствовал. Возвращаемся в расширение и потом погружаем. Не подходит состояние, вы сейчас погружите, я нужна жизнь такой, какой есть, если вы в состоянии ребёнка сейчас. Я не знаю, не понимаю, мне не получится. Не получится, конечно, это не ваше место. Возвращаемся и только потом идём и второй шаг делаем. Хорошо, вижу плюсики. А теперь почувствуйте, какое моё качество. Своё качество почувствуйте. Может быть так, что, например, у вас есть качество, которое в тени находится. И, как вариант, вы его видите в своей семье у родителей. Это очень может быть подсвеченная история. Например, со своей жизнью расскажу. Когда я видела у мамы, что она всё время всё критикует. Куда ни придёт, ей всё как будто бы не нравится. Но это и так не так. Это блюдо могли по-другому придать. А вот там вот это вкуснее. А вот это что-то такое поломанное, здесь грязное, здесь такое-сякое. В общем, чувство недовольства. Я видела это недовольство. Ну и пока я была не на своём месте дочери, у меня это недовольство вызывало раздражение. Ну а что ещё могло вызывать? Конечно же, раздражение. Но потом я начала проводить хозяин своей жизни. Очень часто говорить о том, что родители тоже исходят из нас. И в какой-то момент до меня дошло, что мы же дети, лучшая версия родителей. И во мне включено это качество недовольства. Но оно сейчас является базовым состоянием для моего следующего раскрытия, моей гениальности. Я могу поставить всё на свои места. Я вижу, что не так. Недовольство. Видеть, что не так. И поставить всё на свои места. Навести порядок. Привести в целостность. Причём быстро. С минимальными расходами ресурсов. Времени и денег. Ну и в бизнесе я это вижу максимально, да. Точно так же, да, почувствовали? Если у кого-то нужна подсказка, вот вам подсказка. Потом следующее я увидела недавно. Опять через маму. Вообще родители это просто подарок. И дети тоже. Можно через детей увидеть, что они уже улучшили в нас. И понять, что мы в себе ещё не приняли. Так вот, второй момент. У меня было разочарование. Ну как, чувство такой грусти, что моя мама в одиночестве. После того, как папа ушёл. Что моя мама в одиночестве. И что она очень красивая женщина. Она могла бы жить счастливо. И вообще-то, на самом деле, ну мы же счастливы. У неё есть внуки, у неё всё прекрасно. Почему бы ей не жить счастливо? И мне казалось, что она несчастна. И потом опять история про то, что наши родители и вообще всё окружение проживает благодаря тому, что они проживают свой сценарий, который мы видим. Благодаря тому, что они проживают это качество, нам это проживать не нужно. И какая у меня появилась благодарность, увидев, что моя мама проживает качество одиночества. И мне проживать его не нужно. У меня такая семья большая и растёт, и счастливая, и вокруг меня столько окружений, и его так много. И мне не нужно проживать одиночество. И если я не приму это одиночество, и то, что моя мама взяла это качество на 100%, то тогда мне придётся его прожить, потому что я становлюсь на её место. Не принятием, не признанием я хочу и становлюсь на её место. Тем самым вот как я нарушаю границы. Не нарушаю, я просто волю свою проявляю на то, что говорю, да не, наверное, этот сценарий ей прожит, не может быть. Не может быть это качество, ей прожит быть гармонично. А гармонично я пойду проживать. Осознаю вообще, что оно имеет место быть. Для чего оно? Но я уже сейчас осознаю, для чего оно. Без вкуса одиночества я не могу почувствовать этот вкус, когда у меня целостная семья. Без вкуса безответственности я не могу почувствовать вкус ответственности. Без вкуса критики, да, я не могу реализовать целостность. Жизнь, любовь, ритм, спокойствие, расслабленность. Сравнение идёт. Да, у меня так же мама, так же как у вас. Свою уникальность и гениальность. У меня такая же история с мамой. Я из-за этого не хочу никогда брать с нами в отпуск. Но мама не на самой дневной, а мы диты. Попробуйте сейчас, теперь почувствуйте, какая ваша гениальность, какое ваше качество. Ценность сейчас услышать. А если нет отклика заявлять о себе, чтобы найти клиентов, делаю это через сопротивление, потому что нужны деньги на жизнь. Понял, что не хочу работать, а так жить на постоянной основе и позволить не могу себе. Скажу одно. То, что я вижу, это не со своим местом, потому что как будто бы найти клиентов, необходимо что-то делать не со своего места. сопротивление вызывает, когда мы делаем не со своего места. Но когда мы делаем со своего, это всегда про расширение. Все, что вы будете делать, это будет из интереса, потому что первое, что на своем месте имеет качество, это интерес. Нет здесь мотивации заработать деньги. Деньги – это воздух. Вы о воздухе вообще не думаете. У вас нет уже мотивации. Так, мне на завтра нужен там, не знаю сколько, литраж кислорода. Теперь я буду о нем париться. Я буду заявлять, писать, где его взять, что с ним делать. Буду обращать на это внимание. Нет у вас в этом внимания. Вам это дано по факту, как и сердце, которое бьется. Так же и деньги – это то, что дается вам безусловно. Только пока вы смотрите на это как через прокладку убеждения, что как будто для денег что-то нужно, что меня недостаточно. Первое, мне недостаточно такого, кого я есть. Мне недостаточно моей гениальности, чтобы ее не работу, не на работу себя насиловать, ходить, заставлять, а реализовывать то, что мне нравится. Что то, что мне нравится, вот непризнание закона принадлежности, что я нужен жизни такое, какое есть. В этом месте, признавая то, что мне нравится, развивая это качество как раз, которое мне нравится, за это мне и будут приходить и ресурсы, и деньги в том числе. Но пока мы научены и учимся, и продолжаем еще пока учиться, насиловать себя и ходить на работу, и думая, что только на работе я могу получить, которая мне еще не нравится. Ладно, еще вам нравилось бы, а чаще всего она не нравится. Вы насилуете себя. За насилие вы такие деньги получаете. А представляете, что вы будете получать от жизни, если вы не будете себя насиловать? Можете себе это? Вы даже представить этого не сможете. Не сможете. Потому что жертва, она только собой жертва. И как она может представить изобилие просто так? В смысле? А как это? У жертвы таких качеств нет. А у вас есть. Вы же не жертва. Многие люди, когда началась война, уехали за границу, и ко мне обращались, знаете, с какой проблемой? Не надо работать. Дом дали. Четверо детей. Дом дали. Еду носят каждый день. Не знают, куда ее девать. На столе стоит. Все есть. Одежду дали. Все там в школу организовали. В общем, ничего не надо делать. А жертва осталась. И она страдает. Раньше страдало, что надо было зарабатывать. А теперь страдает, что нечего делать. Жертва, она жертва. Сначала она будет бояться, что не выживет. Но как показала практика, вас всего лишат, все равно вас обеспечат жизнь. Едой, водой и жильем и одеждой обеспечат. Вы хоть что хотите, делайте, все равно обеспечат. Хоть куда деньтесь, все равно обеспечат качеством выживания. Это еще надо уметь довести себя до такого состояния, чтобы у вас этого не было. А вот дальше, это же уровень, это самый минимальный уровень, детский уровень. А вот дальше что? Дальше. Вот внимание идет дальше, а там расширение. Взрослая позиция идет расширение. И там начало, это самоидентификация. Вообще, кто я есть? Кто я есть? Какая моя гениальность? Какое мое качество? Потому что Макс говорит про цветок жизни. Помните? Цветок жизни. Так вот, для того, чтобы обнаружиться в цветке жизни по равенству, необходимо осознать, кто я есть, моя гениальность, меня, я, не кто-то мне должен об этом сказать. А я чувствую это, чувствую, что мне в кайф, где у меня ресурсы, энергия нескончаема, нету здесь конца. Вы не устаете здесь. Никак, никогда. Этого нету в этом состоянии. Нет состояния нормы уставать. Посмотрите на детей. Маленьких, пока они еще не рассказали, что им делать, другие, которые живут. Добрыня вчера, 9 часов вечера, Добрыня, давайте им мыться. Нет, и бегает. Уже час бегает на улицу, в дом, на улицу, в дом. Целый день человек ходил, гулял, играл, бегал. Целый день. Он в садик не пошел, то есть он еще днем не спал. И вечером он как батарейка заряженная. Где он эту энергию бьет? На своем месте. У нас эта энергия нескончаемая. И пока я, 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 никто это, я, я, я не признаю эту гениальность, это качество, я не могу проявиться в цвет, вы не загораетесь в цветке жизни, как лепесточек целостный, да? А это только начало. Представьте, это только начало. Это еще не все. Это только вот вы обнаружились, проявились в жизни, получили все ресурсы, пошел поток, загорелись, начали видеть таких же гениальных, просто невероятных людей в своих сферах, и тут дальше начинается синхронизация. вы начинаете раздавать Wi-Fi своего качества и получать качество других. Вы начинаете получать уже люди, которые работали всю жизнь на это качество, на это мастерство нарабатывали, вы получаете это бонусом, просто, просто, потому что вы на свое качество взаимодействие, вы его расширяли, направляли туда внимание, нарабатывали навыки. Благодаря этому теперь вы можете иметь доступ к другим качествам в этом цветке жизни. Синхронизация появляется. И тогда, представляете, если вам, например, дано одиночество по звездам, а есть человек, который проживает семейную жизнь, и вы получаете Wi-Fi семейной жизни, вам это дано в бонус и подарок, вы получаете, у вас написано на карте сам, а вы получаете, могу иметь семью, и получаете семью. У вас, например, в семье по карте дано реализовываться только в семье, а мужу только, например, в реализации, а вы соединились и в раздали Wi-Fi, у нас так с Максом, расширение там, где не должно быть расширения. Классно? Классно. И это бонус и подарок жизни, которые всегда у вас есть, но первое начало это признать себя, самому признать себя, идти в удовольствие, в наслаждение, в страхе. Смотрите, со своего места это расширение, не со своего места, я боюсь. Тут написал мне страшно. Ну да, страшно, не на своем месте нету там ресурсов, конечно, вы будете в страхе выживать, что вы чувствуете, здесь ресурса нет. Это естественно. Как вы пришли в отдел фруктов и вы там хлебцы или молочные продукты не обнаружите, ну да, перейдите в отдел хлебцов, перейдите в отдел молочных изделий и там это обнаружите. Так же и здесь. Так, вижу, что-то вы там писали. Все качества идут из головы, почувствовать не могу свое качество. Супер, супер, увидели, теперь осознали, вы ходячая голова. Что с этим делать? Кто еще себя обнаружил с ходячей головой? Да, вижу, вижу. внимания, уберись с головы. Вот, вот, я смотрю, но я вижу не глазами, я чувствую не головой. Мысли приходят, осознание, озарение, это не голова. Откройте черепную голову, там есть мысли. Внимание, внимание, перестаньте смотреть в одно место. Отпустите внимание, посмотрите вокруг. и начните просто чувствовать. У вас же есть идеи, как все должно быть, а все не так. Все вообще не так, как вы себе в идеях эти присутки. И пока вы держитесь за эти идеи, вы их проживаете. Как только вы их отпустите, вы увидите, что все намного шире и объемнее. И все на самом деле нелогично той логике, которой вы сейчас живете, потому что та логика, которая идет как будто бы из ума, она не живая. И она ведет вас в старение, процессы, которые завершаются. Живая логика, она онлайн все время жизнью, и здесь нескончаемый ресурс. И возможно, это и есть пространство бессмертия. Потому что наше тело, даже ученые исследовали, знают, что там есть 98% белка, который в ДНК, который неактивный. То есть мы его не используем, потому что здесь используется только 2%, 3%. 3% используется ума, и 10% максимум, это когда у нас там синхронизация происходит право-лево полушария. Максимум. Сейчас, было, раньше, в прошлом. Да, вот те, кто видит, что они ходячая голова, направьте внимание в сердце просто, и почувствуйте. Вот услышите, как оно бьется. О, уже из головы вышли. И дальше смотрите, как идет расширение. Хорошо, поставьте плюсики, кто почувствовал свое качество. Вот вы его почувствовали, вы признали. Не чувствую, как зарабатывать на умение быть эмпатичной. Всегда считалось, что хороших человек это не профессия. Опять, видите, зарабатывать, как будто мне не дано. Есть одно единственное, что случилось с нами, это что между нами и жизнью появились прокладки. И мы пока в это верим и удерживаем это. Но посмотрите, разве между вами яблоней есть что-то? Жизнь Бог построил что-то? всё случается, плоды созревают, и когда готовы, вы их можете взять, пойти и сорвать. И вы ничего не делали для этого. Вы просто были, наблюдали за этой яблоней и в какой-то момент увидели, что плоды готовы, и знаете, когда их срывать. Ваша зрелость позволяет вам сорвать их никогда не дичь. Когда в детстве мы их срывали, когда они зелёные, невкусные, но вы-то можете распознать, когда они уже сочные, когда они самый вкус приносят. И пока у нас есть удерживание в этом месте, где я не знаю, да вы не можете знать, потому что на своём месте вы просто процесс, вы и процесс, который проживается, вы тот, кто проживает, и пространство, в котором это проживается. А сейчас, когда я в месте, я не понимаю, как зарабатывать своей эмпатичностью, вы вообще не здесь, вы вообще не в этом живом пространстве, где вас могут увидеть, и тогда вот этот цветок жизни, цветок жизни этот, который живой, кто-то ресурсы знает, как добывать, кто-то знает, что делать с этими ресурсами, кто-то знает, как сказать про этот ресурс, кто-то соединяет всех этих людей, все в этом цветке, у каждого своё качество. Но когда нас учат в школе сам за себя, сам за себя, ты сам должен всё делать. Это возраст трёх лет сам, и в сам расширение не происходит. Почувствуйте, что вот это сам, и в семье это невозможно, вы не можете в семье целостно развиваться, гармонично, если у вас состояние я сам, я сама. Тогда это мамка, которая жертва, и потом всё на себе прёт, потом обижается, злится, с мужчинами что-то не так, с жизнью что-то не так. Ира, ты в эфире говорила, что ничего не делать, и ждать, когда деньги сами придут, это ответственность. Вот я переживаю, что ничего не делаю, ничего не будет поэтому. Вопрос опять-таки мотивация. У вас мотивация ложная, не со своего места. Давайте почувствуем, какой, тут даже нету мотива, тут не скажешь, мотив, какое качество действия, вообще о чём моё следующее действие, если я из своего места. Первое, это возвращаемся на своё место, расширение, качество расширения. А, я его прочитала выше, спасибо, что повторили. Почувствовали своё место. когда голова, тело едины, когда вы чувствуете, что вот, самое ценное сейчас для вас это вдох и выдох, когда вы можете всё внимание направить на хотя бы минимум на дыхание. Если вы слышите ещё, как бьётся ваше сердце, что сейчас может быть важнее вашего сердца? Пока оно бьётся, вы здесь есть. если вы не можете на нём сконцентрироваться и услышать, то вы не осознаёте, что только благодаря этому вы вообще здесь проявляетесь. То есть вот сейчас своё внимание полностью соберите полностью внимание на дыхании, когда вы можете тотально сделать вдох, прожить этот момент, быть этим процессом, прочувствовать вдох и выдох раз, отдаться этому вдох и выдох два, и между этим вдохом и выдохом нет ни одной мысли, никуда вы, никакой картинки, никакого там случайно а дай-ка я подумаю, а дай-ка я оценю, а вот тотально, и вот когда вы можете довести вот это с вашей концентрации вашу до такой чистой воли, это чистая воля, когда ваше внимание и вы там, где вы есть, не ваше тело здесь, а внимание где-то в прошлом и думает, как бы мне чего-нибудь побояться и придумать себе проблему, что я не справлюсь с ней, а потом буду справляться, а вот ваше внимание сейчас здесь, вот здесь сейчас все ваши ресурсы, вы можете их обнаружить, но пока ваше внимание где-то там, вы их не видите, как я могу их взять, я не знаю, не вижу их, потому что мое внимание, тело здесь, но вы его обслуживаете, вы здесь оставили тело, обслуживаете чужие цели программы, потому что ваше внимание это энергия, все, что вы там себе думаете, неважно, ваша энергия сейчас обслуживает чужие цели, потом вы говорите, это они сделали, это они сказали, это им, у них там есть, а у меня нету. Так, вернулись на свое место, а теперь почувствуйте ваше действие, какого качества, вот отклик, это не мотив, какого качества ваш отклик сейчас. Посмотрите, в любую сферу, в любую, там нет, система «я и деньги», давайте посмотрим систему «я и деньги», когда идет внимание в систему «я и деньги», какой отклик идет, какого качества. отклик, как влюбленность, интерес, да, интерес, 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 «я и деньги» это состояние «деньги есть» в системе, «я и деньги», «деньги есть», все остальное это не свое место. «Качество интереса», да, интересно, и посмотрите, дети нам все время это транслируют, а мы говорим «туда не лезь, то не делай», куда это делать потом у них. Вы показали им, как быть не на своем месте, например, да, или нам показали, как быть не на своем месте. «я и деньги», «деньги есть», да, вот, если вы видите другое состояние, смотрите, если у вас сейчас другое состояние по отношению к этой системе, вы не на своем месте, если вы продолжаете с этого места делать действие, ходить на какую-то работу, принимать решения, вкладывать деньги, все это реализуется не со своего места. Соответственно, там такой же результат. Если это детская позиция, вам дается минимум на выживание, есть кто-то, дядя какой-то или тетя, которая решает, сколько вам давать, сколько вам премии давать, сколько вам зарплаты давать, вы там живете детской родительской, она мороженка, она обидится, а я не могу себе позволить, или муж, или жена. И пока вы живете, что вот с этим надо разбираться, работу надо менять, менять или не менять, делать, не делать, зарабатывать, не зарабатывать, это все бесполезно, потому что все это энергия, которая направляется на свое место. Вы качаете в себе эту позицию? Ира, у меня деньги робот для меня, но пока, пока вот, пока так. Но вопрос вашего намерения, единственное, что работает, это намерение со своего места, намерение со своего места, потому что намерение не со своего места реализует, продолжает укоренять вас, и вы уже чувствуете, что для вас это естественно, и для вас это нормально, но есть те, кто фонят вам, это ненормально, быть несчастным ненормально, быть жертвой ненормально, быть страдающим ненормально, это не норма, не соглашайся, не соглашайся, ты можешь не согласиться, твоя воля не соглашаться. Я вообще отказываюсь, злюсь на деньги, тоже детская позиция, отказываюсь от ресурса, то есть вам жизнь дает, а вы такие, да нет, херяк этот корень у себя, под корень такой, да не надо мне ваши деньги, зачем мне этот ресурс, Я и без этого. Это детская позиция, подростковая. Я могу доказать, что можно по-другому. Но если это есть, значит, это есть. Значит, почему я это не взять? Почему я не могу взять это тоже? Я могу всё брать, и мне достаточно возможностей и проходимости. Всё проходит сквозь меня. Я могу всё гармонизировать и реализовывать целостность через своё качество. Итак, со своего места это состояние расширения. Тогда с этого места все ресурсы мне даны. Здесь признание и принятие, чувствование, что я нужна жизни такой, какая и есть. И здесь качество, интереса, ваши отклики не из того, что мне денег не хватает, мне надо выжить, мне нужно ходить на работу, а из интереса вы это реализуете. И тогда, когда из интереса начинает проявляться цветок жизни, вы начинаете встречать и видеть других людей, которых качество вы обнаруживаете так же, как и своё. Вы видите это качество. И при взаимодействии у вас происходит коллаборация. И тогда это как вы включаете, у вас внутренний Wi-Fi уже включен, потому что вы Wi-Fi жизнью онлайн, да? И ваш Wi-Fi расширяет, расширивает это качество. Первое, это вы можете расширивать это качество на разные сферы, потому что, например, качество наводить порядок, к примеру, у вас на работе реализован, а в семье не реализован. И вы там ещё в детской позиции. Так вы просто берёте и осознаёте. У меня это качество есть. Всё, привносите его и в семейную жизнь. То есть направляете внимание с этим качеством, направляете его в жизнь и наводите там порядок. Берёте ответственность, отклик через это качество. Это вкус, да? Попробуйте, вы вкус этот чувствуете? Вкус. Возьмите вкус целостности, да? Вот попробуйте вкус целостности. И сейчас направьте этот вкус в семью. Что хочется сделать сейчас из этого вкуса? Давайте сделаем эфир, как встать на своё место. Приходите на хозяин своей жизни. Это не эфир. Это наведение своё место, это наведение порядка и вынос мусора. Вы всегда на своём месте. Нужно осознать, что становиться на своём месте, это быть не на своём месте. Вы всегда. Быть в намерении стать на своём месте, это вы не на своём месте. Единственное, что нужно сделать, это навести порядок вот здесь и осознавать, что такое внимание. Если вы не осознаёте, что единственное, что сформирует вашу жизнь, ваши страхи, переживания, проблемы, ваши желания, ресурсы, которые вы имеете, только ваше внимание это реализует. Больше никто и ничто в этом не участвует. Такой бонус жизни вам. Никого больше в этом нет. Если вы там создаёте кого-то, то это вы его создаёте. Только вы формируете это препятствие, эти проблемы, это ограничение, этот объём, это страдание, этот страх вы реализуете, это событие вы реализуете. Но незнание, как я это реализую, как я это притягиваю. Хотя Макс очень много говорит на целостности про это. И он говорит, как разбирать это. Но вот внимание, что всё это делает внимание. И вот на хозяйстве жизни чёрную точку он тоже давал. Всё, вот чёрная точка. Если вы делаете чёрную точку, собираете свой луч внимания и осознаёте, как выносить мусор, всё, вы на своём месте. Когда будешь хозяином своей жизни? Регистрируйтесь и делаем, как только будет регистрация достаточно. Хорошо. Итак, вкус целостности взяли, почувствовали, что хочется сделать, прибраться, приготовить что-то. А теперь возьмите вкус жертвы, которая всё время чем-то недовольна. Что хочется сделать? Кому знаком? А что, есть другой вкус? А что, вкус жертвы — это не жизнь? А что, со вкусом жизни я не могу получить то, что я хочу? И чаще всего люди думают, что если я буду жертвой, буду кого-то пилить, буду кому-то рассказывать, что ему делают, то я получу то, что я хочу. Да вы ничего не получите. Если жертва, то она жертва, она же не получает, она только жертвует. И в этот момент, когда вы в жертве, вы жертвуете своей жизнью. То есть, когда вы видите морщинки у себя, когда вы стареете, когда у вас проблемы со здоровьем, когда у вас не ладится в отношениях, когда у вас не ладится с деньгами, это про то, что вы попитываете свою роль жертвы внутри. Всё, ваше внимание, ваши навыки сформированы так, что они питают и удерживают жертву в вашем сознании. То есть, ваши навыки, ваши привычки. Привычки. Привычка обижаться, привычка взять мысль, ага, меня куда-то не позвали, вот я такой бедный, несчастный, вот там все-все такие классные, я такой не классный, меня недооценили, со мной что-то не так. Ну вот, вы взяли себе и жуёте эту жвачку. Это ваше внимание. Вы взяли, вы жуёте. Ваше состояние. И когда вы фоните этим состоянием, с вами события соответственным образом происходят. И это ещё не начало даже вашей жизни. Помните, начало вашей жизни, когда вы обнаружились на своём месте, почувствовали состояние расширения, и вкус вашего отклика – это интерес. Это начало. Покушать сладкого и поваляться. Это ещё возраст, Женя. Какой возраст того, кто хочет покушать сладкого и поваляться? Давай, почувствуй. Жертва лежать и ничего не делать. Если ничего не хочется делать, это вкус ничего? Это вкус чего? Это вкусы жертвы. 12 плюс 1. Ну вот. Жертва сладкая. Лежать, спать, кино – это жертва. Да. Вот теперь смотрите, вы можете после сегодняшнего эфира взять себе тетрадочку и писать, наблюдать за собой. В конце дня устал. И вы берёте, открываете тетрадочку, и в течение дня вы записывали. Вкус жертвы. Точить сладенькое. Сладкое можно кушать, но вы съедите кусочек, и вы так насладитесь этим вкусом, но вы чувствуете вкус. Это не о том, что хочу ничего не делать, вы чувствуете, что это про наслаждение было. Например, вы встретили человека, который гениален в том, что он передаёт вкус, и вы этот вкус через его гениальность его вкусили и почувствовали. Или это клубнику сейчас там, или огурчики, которые весенние там, или зелень. Вы прям чувствуете, как это становится вами. Или вы запихиваете всё подряд, не осознавая вообще, что там происходит, и ваша голова, ваши мысли вообще в другом месте. Вы съели уже и не поняли, а что я ел? Дай-ка я ещё чего-нибудь съем. Или едите. Заказали десерт? Едите, вам невкусно? Ну я же заказала, ну испортится, надо есть. И едите, а не остановитесь, не осознайте, я уже давно это не люблю, мне это давно уже невкусно. Так. И что делать с жертвой? Что делать с жертвой? Гениальность – это моя уникальность, в которой мне легче всего проявляться, чувство счастья. Да. Там, где и есть ваше счастье, там, где и есть ваше счастье. Это вы говорите о эмпатичности. Как я тут заработаю? В смысле? То есть вы жадина, понимаете? Я жадина. Я, у меня есть качество, мне жизнь дала, признала меня, дала мне эмпатичность. Я его не буду развивать, не буду вниманием своим поливать. То есть вы лишаете цветок жизни этого качества. То есть все в цветке жизни лишаются этого качества. Соответственно, они не могут расшириться дальше и не могут проявить то, что жизнь дала им по факту вместе с вами. Ну что я могу дать и другие ждают. А я, ну понимаете, какая жаба у вас внутри? И получается, что мало того, что мы лишаем себя, так мы жизнь лишаем, которая нас признала. Почему? Я уже думаю, ну конечно, у нас возраст уменьшается с каждым поколением. Чем больше мы жадины, чем больше мы эгоистичны. Как мы? Мы отслужили уже минимум и пошли дальше. Да. Ну а если вы перестанете насиловать себя, во-первых, убивать себя, в первую очередь, потому что, судя по тому, что происходит в окружении, насилия у нас очень много, но не было бы физически того, что мы видим, если бы у нас внутри этого не было. Правда? Вот это правда. Но продолжая это поливать, продолжая это поддерживать, опять мы всё равно не научились ничему. Ну вот когда мы научимся, когда хотя бы те, кто слышат, услышат и признаете, наконец-то, эту простоту, эту простоту признаете. И из этой простоты начнётся проявляться объём, расширение. То, что вы чувствуете, что это дано, это есть, где же его найти? Вот здесь, под носом. Начало лично вы признаете, вы осознаёте. Первое, вы начинаете выписывать свою жертву, вкус жертвы. Это вкус жертвы, это вкус жертвы, это вкус жертвы, понимаете, так, что-то тут вообще, а где же моя жизнь, где же моё место? Потом начинаете осознавать своё место, где это качество расширения интерес проявляется. И только из этого момента вы начнёте увидеть, что все ваши ложные действия приводили к тому, что просто поддерживали вашу жертву. И не могли проявить гениальных людей, не могли проявить тот ресурс, который вам дан. И он дан не из тех мест, которых вы ожидаете, не тем способом, который вы знаете. Потому что если бы вы знали другой способ, вы бы ним пользовались, но вы же не знаете. Вы живёте жизнь жертвы. У жертвы нет способов чудес, у жертвы нет чуда. Ещё одно качество своего места, когда вы проживаете в жизни, для вас всё волшебство и чудо. Вы начинаете видеть, что то, что происходит, это чудеса. И чем больше вы на своём месте, чем больше чудес и волшебства, магии, магии, маг, от того, что могу реализовываться. И это происходит просто, пророст, просто из головы это происходит сложно, через ложь. И тогда во лжи вы теряетесь, во лжи вы теряетесь, вы создаете ложь и не можете разобраться, где вообще выход и там страхи, потому что выхода там нет. Что делать со страхами? Перестать врать. Всё. Всё просто. В истине всегда всё просто. А депрессия это тоже кино, чувство неудовлетворённости от жизни. Ну, конечно, качаете, 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 и вот у вас уже вы мастер неудовлетворённости от жизни. Научите, начните учить других людей чувство неудовлетворённости от жизни, и вы увидите, как она создаётся. И тогда дальше ваша ответственность создавать, дальше пользоваться этими инструментами, которые создают, или перестать ними пользоваться. Как я обнаружила, как формируется целостность? Я начала её проживать и ещё делиться. И чем больше делишься, тем больше видишь, как даже через других это работает. И тогда внутри формируется пазл. И тогда осознавать свою ответственность, что состояние депрессии это только моя ответственность. И моя ответственность и только если я создала депрессию, то я могу и выйти из неё. Я могу создать всё, что угодно. Всё, что угодно вы можете создать. И депрессию тоже, в том числе. Это семейное. Меня осуждали за эмпатичность, соответственно, и других людей. Я таких же встречала. Выход, признать, чувствовать ценность этого качества. Да, 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 да. Я сейчас на жадность по-другому посмотрела тоже. Папа проживает жадность, а мне не обязательно. Я выбираю быть щедрой. Я целостна. Да. А что жертвой-то делать? Вот кто спрашивает? Давайте. Кто спрашивает? Что жертвой-то делать? Даже имени нет. Кто спрашивает? Как жертву забыть? Давайте. Ваши варианты. Кто чувствует, что делать с жертвой? Как мы в чему инших будто незадовольными? Да, я не шутила по поводу того, что начните смотреть, из чего состоит ваше, как вы создаете. Это правда. Потому что вы ж пока не осознаёте. Вы думаете, что быть недовлетворённой жизнью, это типа оно просто само на вас свалилось. Да нет, вы просто каждое мгновение своим вниманием поддерживаете навыки, привычки и действия, которые соответствуют этому состоянию. Через эти очки вы смотрите. Всё. Вы начинаете осознавать, как эти очки формируются. В каком-то моменте вы осознаете, так я же не очки, я же не привычка, я же не этот навык, я же могу всегда отказаться. Я же могу, я чувствую, что всё, я не хочу питать эгрегор кофе. Я могу отказаться, я не ходить в кофейне, я могу теперь пить воду. Представляете, всегда есть рядом вода. Вам предлагают, вот в салон приходишь, предлагают, вам вода, чай, кофе. Раньше такая, кофе, кофе, потом прихожу, такая, что я кофе, я кофе не пью, вода, 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 и всё. И теперь я прихожу, и даже вообще не слышу кофе, чай, я всегда вода, что по-другому может быть, вода. Ну раз мне, правда, шампанское принесли, неожиданный подарок жизни. Пришлось отказаться, я кормящая мать. Я вообще тоже, вообще не воспринимаю, зачем пить алкоголь. Уже сейчас даже не понятно, зачем пить алкоголь. Потому что счастья настолько много сейчас, что это забвение его не даёт, этот алкоголь его не даёт. Так, спрашиваю я. Ага, вполне серьёзно. Всё, ничего не хочется. Осознать, что ещё, но скоро, вот юмор уже появился, я вижу улыбывающийся. То есть юмор, это значит уже всё, уже выздоровление происходит. Осознать, что её не существует. Жертву надо обнаружить и перестать её кормить вниманием во всех сферах своей жизни. Внимание и осознанность. Осознать, а кто может жертвой стать. Отпустить. Ну а да, вот тот, кто спрашивает, смотрите, какой выход. Тот, кто спрашивает про жертву, ну что, что хочется вообще. Ну всё, жертвы нет, и что дальше? Видите, ваше внимание только про жертву. А как жертвой быть? А что с ней делать? Видите? Давайте и так по ней будем смотреть, и так будем, и будем любить, и обвинять, и всё время про неё говорить. И пока я про неё поговорю, она же, конечно, у меня существует, ну а как же она будет ещё существовать, если я про неё не буду говорить. Но пока я там, пока моё внимание там, оно и есть. Но чтоб жертвы не было, что мне надо сделать? Почему нравится женатый мужчина, и как выйти из этого? Стать на своё место. Женатый мужчина нравится только тем, кто не на своём месте. на своём месте есть мужчина, свой-свой мужчина есть. Вот я лежу уже третий час и не обнаруживаю, что мне хочется. Тут бац, и ваш эфир. Супер! Теперь смотрим, чего мне хочется, и направляю внимание, чего хочу, чего хочу, что мне интересно, что мне нравится, как меняется состояние. Три часа сижу и направляю внимание, что хочу, что мне нравится, что хочу, что мне нравится. О, мне нравится вот мизинчик на своём пальце, мне нравится. Ой, мне ещё пальчик свой нравится, мизинчик. Ой, мне ещё нравится свет. Ой, ещё нравится небо. Ой, ещё нравятся берёзки. Ой, дай-ка я пойду подышу. Слушай, там 16 раз. Ой, да, мне ещё нравится жёлтенький блокнотик. Ой, ещё нравится Будда, который стоит. Ой, ещё запах вот этот нравится. я себе поставлю этот запах, ой, еще нравится вот эта девушка, ой, еще вот этот парень нравится, ой, еще нравится вот эта музыка. Нравится, 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 и чувствую вкус, что такое нравится, что такое хочу. Или жертва я такая жертва, три часа жертва, пойду-ка я к психологу про жертву свою поговорю. Скажу, может он мне поможет, часик еще поболтаем, еще куда-нибудь схожу, пойду к жертвой своей, да? Чувствуете разницу? Как от жертвы избавиться? Да никак от нее не избавиться. Если ваше внимание в жертве, она жертвой и будет. Психолог не поможет, но если вы часто с психологом про жертву будете говорить, то жертве это не поможет. Жертва будет счастлива, она будет счастлива, потому что вы час о ней думали, понимаете? Вы час ее питали. Здрасте. Здрасте. Ура! Пчел заселять. У нас семья новая появляется. Макс, привет тебе пишут. Привет, привет всем. Моя жертва постоянно включается, когда испытываю дефицит, когда не могу купить себе то, что нравится, то, что хочу. Смотрите, когда в один момент у вас есть два состояния жертвы... Не включайте ее. У вас есть одновременно всегда возможность, причем у вас миллион возможностей. Я вам только две говорю, да? У вас миллион возможностей. Один из вариантов с миллионом. Прожить каждое мгновение вы можете миллион вариантов. И только ваша ограниченность не позволяет проживать другой. Потому что у вас внутри ДНК использованных только 2%. А остальные 98% не задействуются, потому что у нас нет этих нейронных связей. Нейронных связей нет. Но одно действие – это уже привычка, это уже начало нейронной связи. Дважды вы сделали это действие, еще больше привычка. Трижды у вас уже начали отрастать от нейронов эти нервные окончания к вашим рукам. Чем чаще вы делали, тем больше ваше тело уже простраивается этой привычкой. И потом автомат начинает делать это. И вот когда вы начинаете формировать новые нейронные цепочки, использовать новые цепочки ДНК, то, соответственно, вы видите, что вы молоды, потому что вы на связи с жизнью. Вы убираете навыки, которые не служат, и формируете новые навыки, которые служат жизни. А жизнь все время изменяется, быстротечно. Вы не подстраиваете жизнь под свое эго, а эго свое вы метаете, чтобы чувствовать жизнь, живую жизнь. И у вас вариант. Вы приходите в магазин и видите, у вас отклик ваш, и вы берете, такие, о, нет, я не могу себе это позволить. Это кого я питаю? Жертву. А второе, деньги есть. Деньги есть? А деньги-то есть у вас точно сейчас. Они точно есть. Они всегда сейчас есть. Вы чувствуете? Берете, деньги есть. И благодарны за то, что деньги есть. И отклик есть. И то, что вы хотите есть. И деньги есть. Покупаете. И знаете, как это у меня было один раз? Пришла, купила, кайфанула, причем отдала все, что было на карточке, причем пришла, мне сделали скидку, как раз ровно сколько у меня было. На следующий день мне прилетает больше без скидки, которую я потратила. Больше прилетело оттуда, откуда я не ожидала. Я такая, вау, класс. Я вчера кайфанула. Взяла то, что хотела. Была реально благодарна. Деньги есть. И сегодня прилетело даже больше на 20%, чем вчера я потратила. Но я могла выбрать другое. У меня сейчас это последнее на карточке. Откуда придет, не знаю. Надо еще что-то там делать для того, чтобы пришло. Оказалось, бонусом, подарком пришло. Чем больше это простраивается нейронная цепочка, тем быстрее у вас это происходит в событийном ряде. Но чем больше бурьяна между этим проживанием, про состояние я, я есть своего места, тогда бурьян прорастает чаще. Но если вы его не трогаете, пропалываете, осознаете, ну, конечно, у меня сейчас возникает это состояние жертвы. Я вчера об этом три часа думал. Я вчера три часа об этом говорил. Я еще вчера, не знаю, действия сделал из этого состояния. Действие это еще укореняет, подтверждает волю мою. Да будет так со мной, так можно. Потому что ваше действие из того качества, которое вы делаете, говорит, со мной так можно. Делаете что-то по отношению к людям с определенным состоянием, вы говорите, и со мной так можно. Вы кого-то обижаете, говорите, и со мной так можно. Вы кого-то бьете своим словом, и со мной так можно. То есть вы, давая кому-то жертву, изгоняя кого-то в жертву, тирании своей, вы говорите, со мной так можно, можно быть жертвой. И вот сейчас, если во мне живет жертва, то значит, где-то я живу ещё из мотива спасателя. То есть тот, кто пишет про жертву, посмотрите, где у вас какие навыки простроены ещё спасать кого-то. Кто-то там, вы видите жертву там и спасаете их. И второе, это где вы реализуете тирана. И это может быть в вашей голове, этого достаточно. Вот просто в голову даже посмотрите. Это в действии, но ещё и в голове, где вы внутри осуждаете, критикуете. Бьёте других людей своим вниманием, внутри себя. Соответственно, говорите с жизнью, со мной так можно, со мной можно так. Ведите со мной себя так, так со мной общайтесь, с таким качеством взаимодействий со мной. И этим мы фоним. То есть мы такой магнит, который притягивает эти события, людей и состояние автоматически. И сначала мы работали на состояние, сначала вы работаете на состояние жертвы, или сначала вы работаете на состояние своей гениальности, или сначала вы работаете на своего мастера, или сначала вы работаете на деньги есть, а потом это состояние работает на вас. Вы приходите куда-то, и что бы там ни происходило в пространстве, вы пришли с состоянием, и всё, это состояние стало базовым для этого пространства. Что бы там, там война, вы придёте с состоянием целостности мира, и там будет целостность и мир. Вы придёте с честностью, и вы увидите, и вам говорят, да там всё время врут, а вы придёте с честностью, и вам будут говорить правду. У нас недавно в государственные органы одна женщина пришла, она говорит, они мне правду начали говорить, просто напрямую говорят, что они обманывают, просто говорят, не могут сказать неправду, потому что человек рядом честный, он не может воспринять по-другому. Как приобрести это состояние? Начинайте его раскапывать, оно уже есть. Все остальное, что вам это состояние закрывает, это ложь, это ваше внимание, просто забирайте оттуда энергию. Концентрация. Для меня самые лучшие практики были для начала, которыми я нарабатывала естественное состояние, которое для вас базовое, вам необходимо осознать. Пока у вас этого состояния базового нет, это все не свое место, это вы подключены где-то к радиоволнам, которые вещают какую-то определенную частоту, где сказано, что кому-то нужны деньги, кому-то нужны батарейки, энергии, кому-то нужны для реализации их намерения. И пока вы не реализуете свое намерение, не знаете, как его реализовывать, не берете за него ответственность, вы отдаете свою энергию, ходите, работаете, ходите и выслуживаете туда, где не ваше место, где вы не чувствуете удовольствие. Но как только вы обнаружите свою внутреннюю тишину, то есть первое, базовое, когда вы собираете весь луч внимания, энергии в себе, вы начинаете внутри быть тихими. Внутри это тотальный покой и тишина. Если у вас внутри разговоры, мысли по кругу, хаотичность туда-сюда, это не ваше место. И пока вы здесь не наведете порядок внутри, а как он наводится? Практиками неподвижности и концентрации. Когда вы сидите в неподвижности, концентрируясь, например, на черной точке, и к вам что-то прилетает, это прилетает, это то, что где-то у вас как нейронная цепочка уже сформировалась, и в теле оно может сидеть, там поясница болит, где-то еще что-то, а вы встаетесь в неподвижности. Если вы не трогаете и не двигаетесь, то в какой-то момент то, что было сформировано как определенная программа, высвободится и станет просто чистой энергией. Все, и эта волна исчезнет, этот вкус исчезнет. Пранаямы, цигун, все, что сейчас связано с телом, то, что гармонизирует тело, все это, соответственно, с дисциплиной, дисциплина, хотя бы два раза в неделю, хотя бы 10 минут, хотя бы 10 минут, это достаточно. Ну, хоть там, вместо того, чтобы вечером наесться сладенького и конфеток, подышите, наверное, работайте новую привычку, подышите, вы увидите, вы так наедитесь, у вас столько энергии будет, у вас придет реализация какое-то действие, которое вы давно не могли сделать, начать убирать, например, вокруг себя, и вы начнете в этом состоянии притягивать ответы, притягивать людей, хочется кофе, ну вот, кофе, кому хочется кофе, для чего хочется кофе, сначала вы на кофе работали, теперь кофе на вас работает, то есть эгрегор кофе, кофе существует в вашей действительности, потому что вы подключились к этому, вместо кофе это энергия, то есть куда вы можете эту энергию направить, чтобы мастера своего развивать, ваше место питать и подтверждать свою принадлежность жизни, благодарю за такое утро, встаю и иду жить, супер, хорошо, а если я чувствую, что рядом со мной люди вот такие, какие они без ложной скромности, даже если с плохим качеством, но пока вы видите плохое качество, вы не на своем месте, нет плохих качеств, каждое качество дополняет, и просто это качество сейчас у вас в тени, у вас в тени качество не принято, и поэтому воспринимаете, что оно плохое, и не видите, какой оно дает ресурс, вот как я примеры приводила, да, по поводу критики и по поводу одиночества, но это все ресурсы, это все фундамент для того, чтобы дальше идти в расширение, поэтому пересмотреть, увидеть, я даю такое задание, когда вы берете те качества, которые вас раздражают в других людях, или вы считаете плохими, и берете их, проживаете тотально всем телом, можно это прожить через танец, вы берете одно качество, и включаете музыку, которая соответствует, рамштайн, например, какой-нибудь, или наоборот, мягкую музыку, например, вас раздражают нежные девушки, или раздражают брутальные мужчины, какие-то, включаете рамштайн, или какую-то нежную музыку, и начинаете чувствовать это качество телом, всем, не головой, вы же головой только его восприняете, плохое качество, это голова, а теперь телом прочувствуйте это качество, и увидите, что это через минут пять, музыка, если вы реально дадитесь задачи, прожить это качество, вы увидите, что оно живое, гармоничное, и что в нем столько силы, которую вы раньше не принимали, потому что голова оценила, и удалила, удалит, но если вы видите его, значит, вам фонит жизнь, что оно признать надо, оно, значит, является фундаментом каких-то ваших проявлений, какого-то вашего мастерства, потому что все качества нам даны, все краски нам даны, в нужный момент, все части, когда мы их используем, получается шедевр, но когда у нас удалено из палитры какая-то часть красок, тогда этот шедевр не получается, опять-таки, мы не на своем месте, мы не можем признать свою гениальность, признать гениальность других людей, соответственно, не можем дальше идти в синхронизацию, не то, что вообще просто проявиться не можем, а потом идти в синхронизацию, да, точно, телом не занимаюсь, лень, вот и не хочется ничего, точно, все, вся лень, это голова, лень только в голове живет, тело, тело, идете лень, а идете и бегаете, идете и холодный душ принимаете, сразу увидите, что энергия, то есть застряла где-то энергия, дети ленятся, дети долго спят, только с возрастом, маленькие дети нормально просыпаются, вопрос в том, что накапливается внутри зажатости, и лень появляется от того, что энергия где-то застряет, и необходимо ее высвободить, Ира, ты говорила о сериале и фильме слив энергии, почему, если же хорошие, как мирный воин, к примеру, ну смотрите, вы три часа посмотрели фильм, что вы после этого фильма, какое у вас состояние, что вы осознали, что вы сделаете после этого фильма, если вы посмотрели этот фильм, хорошо пошли спать, и ничего у вас в жизни не изменилось, это и слив, я сейчас очень внимательно, я очень давно что-то смотрела, но вчера мы посмотрели кусочек матрицы, и то я много сейчас не могу смотреть, ну на самом деле, потому что это интерпретация, ну да, для себя я еще какие-то подсказки вижу, но еще есть те вещи, которые я уже не хочу питать, например, когда борются, когда убивают, то есть если я смотрю картинки насилия, я говорю, со мной так можно, и с каждым разом, чем больше в моей осознанности, тем я больше начинаю ответственнее осознавать, куда я направляю внимание, и чем больше я ответственнее отношусь к своему энергетическому телу, чувствую, куда моя энергия сейчас уходит, и чему я говорю да, если раздражает жалобы на мир, тоже проживать, перестать жаловаться, если вы видите, что жалуются на мир, значит вы жалуетесь, перестаньте жаловаться на мир, и вы перестанете видеть тех, кто жалуется. Купа инсайтов, дякую, видмечайте, пишите инсайты, мне тоже очень интересно, как вы еще в этом проживаете, в инстаграме, в фейсбуке, меня тянуло всегда на сериалы про наркодилеров, ой, меня ужастики тянуло в детстве, знаете, сейчас до меня доходят эти ужастики, вот в фильм, недавно мне сон снился, снится мне сон, там прекрасная картинка, и тут такой мужик с кинжалом, и опять прекрасная картинка, что делать с этим сном? Бояться, смотреть сонник срочно, придумывать себе, направлять внимание, о боже, о боже, о боже, что делает Ира? Конечно, я в детстве обожала ужастики, это же естественно, это кадр из ужастика, я помню этот кадр, такой же, все прекрасно, и там какой-то страшный, страшный ужас, и потом опять прекрасная картинка, ну конечно, это же мое кино, остатки моего детства теперь прорастают, все, увидела, порадовалась, что проросло, выпрыгнула и пошла дальше, так что смотрите, что вы там дальше питаете, и не удивляйтесь, что ваш сценарист внутри, когда у вас вдруг что-то приходит, будет разворачивать сценарий именно этого качества, вкус, он же знает, любимый вкус, он будет разворачивать ваш вкус, все, просто знайте, начинайте осознавать, откуда исходит вашей сценарий жизни, почему именно так вы проживаете, почему именно эти состояния, почему вы подсаживаетесь на состояние адреналина, или каких-то таких жгучих состояний, что нужно чего-то добиться, что нужно от чего-то убегать, ну то есть смотрите, откуда вы это взяли, потому что в жизни все не так, в жизни все на самом деле проще, фильмы про войну очень сильно влияют, прям такое опустошение, ну да, они влияют, это вы берете и на себя влияете, они просто есть, у вас всегда же есть целый перечень фильмов, которые можете выбрать, вы можете всегда выбрать «Живую жизнь», вы можете выбрать фильм и там всегда написано «Жестокий фильм», про войну там, «Есть насилие», всегда написано и вас предупреждает, вот, и ваша воля, когда вы включаете фильм, не они сняли этот фильм, а вы этот фильм сняли, вы его включили и сняли, когда смотрели и сказали, да, воля моя, я подтверждаю, что со мной так можно. Потому что в жизни не так ярко, как в сериалах. Да нет, в жизни так ярко и так мощно, что не хватает вообще времени на это все кино уже. Просто настолько в жизни насыщенно. Просто когда вы с иглы жертвы сходите, вы видите, что есть другой вкус, и он намного мощнее и многообъемнее. Но пока жертва – это наркотик. Каждый раз вам хочется увеличить дозу дольше. А вы жертвуете, вы же не понимаете, что в этот момент вы отдаёте свою живую жизнь. Поэтому вы говорите, старость – это нормально, болеть – это нормально. То есть норму такую приняли жертву, что там лишиться чего-то нормально. Например, выбирать – это нормально. Или отношения, или семья, или реализация. Выбирать – или путешествие, или реализация. То есть это нормально. Для жертвы – это нормально. Для своего места – это не норма. Есть всё одновременно. Вот почему меня подзнательно тянуло на фильмы про любовь. Хоть я этого и стеснялся. Ну вот. То есть остиснение – это про то, что я не могу позволить себе быть счастливым, пока рядом другие несчастные. Я люблю фильмы о влюблённых. И когда счастливый конец, но у меня нет партнёра, то как. Посмотрите. Партнёров нет, когда мы в детской позиции, или когда мы мамки для остальных. Тогда партнёра нет. Ира, ещё было слабо сидеть на каналах Таро в Ютуб. Часами причём мужчина на пороге. Ну, Таро, то есть там что-то предвидят, и вы такие, о, да-да-да, точно-точно. О, нет-нет-нет. Но даже если вы говорите нет, этого не будет, всё равно это будет, да? Вы же понимаете, что если вы говорите да и нет, это одно и то же. Ваше внимание уже там. Вы уже там. Всё. Вы уже там. Это существует, пока ваше внимание здесь. Поэтому из сегодняшнего посыла и сегодняшней встречи хотелось донести одну очень важную вещь, что осознавайте, кто намеревает и кто реализует сейчас действия. Потому что жизнь у вас одна. Этот момент один. Энергия, которую вы сейчас получаете изобильная, безусловно, просто так, сейчас реализует то, что вы видите в своей действительности, то, что вы чувствуете. И только ваша воля это изменить, и только ваша ответственность на это повлиять. И вот эта ценность того, что вы уже имеете, вы уже всё имеете для того, чтобы реализовываться и расширяться, ценность именно этого — это первое, с чего необходимо начать. Состояние, которое со своим местом мы сегодня исследовали. Если вам что-то мешает вынести, как мусор, ну на самом деле, есть много инструментов из целостности, есть инструменты, пожалуйста, в свободном доступе, на вольный духом, смотрите, следуйте, выносите этот мусор, осознавая, какое намерение, когда я беру инструмент, какое моё намерение, с какого места я сейчас беру инструмент. Если я беру инструмент в детской позиции, то он работает для ребёнка, и последствия, соответственно, для ребёнка, и жертва. Если жертва берёт инструмент, значит, жертва будет расти, значит, жертва я сейчас питаю. Вот это сегодняшний главный посыл. Осознавайте последствия ваших намерений, становитесь на своё место, расширяйтесь, и встречаемся в цветке жизни для расширения и реализации нового восприятия. Благодарю, обнимаю, всем прекрасных выходных, и делитесь вашими инсайтами, буду благодарна. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok